Добрый вечер, в эфире Вести Карачева, Черкесия. Вода соответствует санитарным правилам и нормам. И вот как данную ситуацию комментирует Министерство здравоохранения Республики. За прошедшие сутки в динамике отмечается стабилизация, даже некоторое снижение обращаемости как на амбулаторном этапе, так и число госпитализации. В настоящее время на стационарном лечении находится 30 пациентов в инфекционном отделении Ульджикутинской больницы, состояние которых оценивается как стабильное и не вызывающее никаких опасений. Также снижается число детей, которые находятся на амбулаторном наблюдении. Дело в том, что кишечная инфекция, это такая инфекция, которая появляется сезонно в конце августа, чаще всего в начале сентября. Это обусловлено с тем, что многие приезжают из отдыха с морских побережья и привоз сезонных овощей и фруктов извне на территорию республики. В этой связи, безусловно, профилактикой данного заболевания является соблюдение личной гигиены, мытье рук, тщательное мытье овощей и фруктов, употребляемых, это в обязательном, а также питье бутилированной и кипяченой воды. Поскольку эта инфекция появляется ежегодно, мы готовимся к этому и осуществлен запас лекарственных препаратов, инфузионных сред, а также изделий медицинского назначения. Но осень характеризуется не только кишечными инфекциями, но и подъемом заболеваемости острыми вирусными инфекциями. В этой связи ежегодно Министерством здравоохранения осуществляется заявка на поставку вакцин против гриппа. Данная вакцина уже поступила как для взрослых, так и детей, поэтому уже начинается. Если профилактика кишечных инфекций является соблюдение личной гигиены, то острые вирусные инфекции – это уже профилактика. И основная – это вакцина профилактика. Безусловно, населению, гражданам нашей республики не надо забывать про это и активно в период вакцинации заняться вакцинацией и взрослых, и детей. Сегодня в Общественной палате республики открылся Центр общественного наблюдения за ходом голосования. Именно сюда будет стекаться вся информация по ходу проведения выборов. Подробности расскажет Мураджан Кёзов. Общественной палатой Карачаева-Черкесии была проделана большая подготовительная работа к выборному процессу. Обучили более 500 общественных наблюдателей. Все они зарегистрированы на федеральном уровне. Наблюдатели уже получили направление и готовы приступить к работе. На Общественную палату с законодательством возложен общественный контроль за выборами разного уровня. Главной составляющей которой является легитимность выборного процесса. И сегодня мы с вами открываем Центр общественного наблюдения в Карачаево-Черкесской республике. Центр общественного наблюдения является также ситуационным центром, где будет стекаться вся информация по ходу проведения выборов. Председатель избиркома республики Лариса Базалиева рассказала о проделанной работе по подготовке к выборам в единый день голосования. И отметила, что цифры, явка избирателей и итоги голосования не являются единственным конечным итогом выборов. Один из главных итогов, по которому мы определяем, как проведена кампания, это степень удовлетворенности граждан и общества. То есть, есть ли замечания, есть ли судебные иски, есть ли жалобы. Это один из главных критериев. И поэтому общественные наблюдатели – это та нейтральная сила, которая становится зачастую главным арбитром в возникающих спорах. Выступившие отметили, что нынешний выбор – очень важный для нашей республики момент. Что очень многое делается для того, чтобы выборы прошли комфортно, чтобы мнение каждого жителя было учтено. Присутствие на избирательных участках представителей гражданского общества повышает доверие к выборному процессу. На базе Центра общественного наблюдения все три дня будут находиться подготовленные люди. В техническом и организационном плане Центр готов осуществлять мониторинг ситуации участковых избирательных комиссий всей республики. Также организована работа горячей линии. Штаб по общественному наблюдению за выборами будет работать круглосуточно. Мурат Чанкиозов, Вести Карачаева, Черкесия. Стихийная свалка в прибрежной зоне реки Кубань не в первый раз заставляет жителей и общественность Карачаева-Черкесии с беспокойством следить за экологической обстановкой. Проводившие проверку представители природоохранной прокуратуры выявили нарушения на территории псыжского поселения и обязались сельскую администрацию их устранить. Тему продолжит наш корреспондент Артур Мхце. Если бы эта свалка находилась в Австрии, виновных оштрафовали в переводе на российскую валюту на 7 тысяч рублей. В Австралии почти на 500 тысяч, а в Ирландии автору подобного творения и вовсе грозил бы год тюремного заключения. В России отношение к тем, кто выбрасывает, где попало мусор, куда более щадящее. Человек отделается штрафом в 2000 рублей, и лишь организации пришлось бы существенно опустошить свой бюджет. Но это если заявят неравнодушные граждане и найдут надзорные ведомства. О псыжском коллапсе общественники и прокуратура вспоминают не в первый раз. Ранее отсюда уже были тревожные звонки. И тогда общими усилиями удалось ликвидировать стихийную свалку. Однако не аскудила рука выбрасывающего, и теперь избавиться от зловонного клада будет в разы сложнее. С Черкесской её видно, вот эту свалку. Мы сейчас с вами обидим, вы её тоже увидите с той стороны. Она прекрасно видна, и видно, как она растёт. И, естественно, эти сигналы начали поступать к нам в Народный фонд. Мы обратились сначала в администрацию района, понимая, что администрация только псыжского поселения не потянет такой большой вопрос финансовый. Ну, в ответ на это мы получили ответ администрации псыжского поселения, говорит, что они не имеют возможности ликвидировать эту свалку, что её невозможно ликвидировать. Естественно, этот ответ нас не мог удовлетворить, и мы обратились в прокуратуру за защитой прав граждан. К критичности данной ситуации добавляет то, что свалка находится в непосредственной близости от реки Кубань, которую можно назвать водной артерией Юга России. Если оставить всё как есть, экологической катастрофы не миновать. Администрация вынуждена будет в итоге нанять организацию, которая вот это ликвидировать будет. Если в прошлый раз это был САХ, возможно, это будет САХ. Если это будут ещё какие-то дополнительные, там техника нужна будет, значит, они будут искать этих людей. Потому что они должны будут в прокуратуру написать конкретно, какие меры, кроме написанных писем, что ещё они предприняли. Однако собственных ресурсов, чтобы ликвидировать рукотворный памятник из бытовых отходов и строительного мусора, у сельской администрации ПСЖА нет, о чём её представитель уведомил общественников и прокуратуру. Можно было бы обязать тех, кто виновен в создании стихийной свалки, но их надо найти. А это возможно лишь при участии самих жителей населённого пункта, которые наверняка были очевидцами сброса отходов, а кто-то – не исключено, и содействовал в наполнении дурно пахнущих залежей. Но люди, видимо, руководствуются принципами, своих не сдают. Экономя на вызове сотрудников спецавтохозяйства, они продолжают захламлять прибрежную территорию. И надеются, что администрация и надзорные ведомства сами всё уберут. К слову, очистить прибрежную зону сейчас очень сложно. Не каждый вид спецтехники способен добраться до этой свалки. Но и оставлять, как есть, разумеется, тоже нельзя. Природа не простит халатного к себе отношения. Артур Мхце, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В северных районах местами чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В Черкесске без существенных осадков ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 13-15, а днём 23-25 градусов тепла. Два человека, две жизни, одна любовь. В отделе ЗАГС Черкеска состоялась торжественная регистрация брака участника специальной военной операции и его избранницы. В чём секрет прочных отношений с военным, узнала Дарья Тендит. Кирилл Колесников ещё в детстве решил, что будет защищать Родину. Его прабабушка и прадедушка – участники Великой Отечественной войны. Он рассказал, что с раннего возраста ему прививали патриотизм. Он часто смотрел военные фильмы и решил поступить в военное учебное заведение. С мая 22-го года и до получения ранения в феврале Кирилл находился в зоне проведения специальной военной операции. После выздоровления он вернётся обратно. После ранения было принято решение, что как только была возможность передвигаться именно с палочкой, не на костыле, будет сыграно свадьба. И родителям у супруги было тяжело достаточно, но справились. У меня работа такая. Я знал, на что я иду. История о любви Кирилла и Софии началась два года назад. Пара мечтала о создании семьи. В мае 22-го года Кирилла мобилизовали. За всё это время они прошли через расстояние, долгие ожидания встречи, но всё это время их сердца находились рядом. София поделилась, что самое сложное было находиться без связи с любимым человеком. Очень сложно это было пережить. Особенно первые месяцы, когда просто нет ничего, о невесточке, не слышу, не вижу. Это что-то невероятное просто выйти замуж за человека, который любишь, у которого такие же чувства, вот нет, счастья, любовь. Ну, во-первых, как бы спокойствие, понимание, что впереди и семейная жизнь, стоит задумываться о детях, как бы будущее. Вопрос, как бы за что сражаться. За будущее, за семью, за дом, за родителей. В этот особенный день молодожёны в окружении родных и близких решили узаконить свои отношения. И заветное «да» прозвучало. Готовы ли вы заботиться друг о друге? Прошу ответить жениха? Да. Прошу ответить невесту? Да. Ваше взаимное согласие даёт мне право зарегистрировать ваш брат. Молодожёны услышали тёплые слова с пожеланиями любви, счастья и благополучия, трогательная церемония создания семьи прошла в скромном кругу родных и близких. Дарья Тедит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесию доставят ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца в рамках Всероссийского молебна о победе. 12 сентября в Никольском соборе с 9 утра и до 21 часа и 13 сентября с 8 утра до 19 часов верующие смогут прикоснуться к мощам. 13 сентября в 19 часов проводы ковчега с мощами Георгия Победоносца. Это все вести на сегодня. Далее политическая реклама, затем смотрите продолжение фильма «Спаская». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Свой дом в каждой российской семье. Мы предлагаем принять народную программу, в рамках которой каждая российская семья может получить ипотечный кредит по ставке не более 5% годовых. Распространить правила предоставления военной ипотеки на сотрудников Росгвардии и МВД, принимающих участие в специально военной операции. 10 сентября приходите на выборы и сделайте свой правильный выбор. Стране нужны творчество и развитие, а не репрессии и застой. Мы за безусловную ценность человеческой жизни, поэтому мы выбираем мир. Порой кажется, что впереди нет просвета, но самый темный час именно перед рассветом. Вам говорят, что выбора нет, а выбор есть. И если вы гражданин своей страны, сделайте такой выбор. Голос за яблоко – это голос за мир и свободу. Добрый день, меня зовут Султан Узденов, я являюсь кандидатом в депутаты Государственной думы от Карачаева-Черкесии. Я считаю важным обеспечить активное участие молодежи в социально значимых делах. Новые рабочие места и способы самореализации для молодежи именно в родном регионе позволят им внести свой вклад в разные сферы общественной жизни. Мы также придаем огромное значение патриотическому воспитанию и уважению к старшему поколению. Их мудрость делает нас теми, кто мы есть. Уважаемые земляки, в трудный период для нашей страны нам необходимо сплотиться для того, чтобы передать будущим поколениям мирное небо и опыт наших предков. У нашей партии есть опыт построения великой страны, сломавшей хребет фашизму и покорившей космос. Сделайте правильный шаг. Голосуя за кандидата от КПРФ, вы голосуете за свое светлое будущее. За отмену пенсионной реформы. За достойную зарплату. За бесплатное и качественное образование. За достойный труд по специальности. За военную науку и сильную армию. За квалифицированную и бесплатную медицину. За легальный 8-часовой рабочий день и санитарно-курортное лечение. За уменьшение тарифов на электроэнергию, топливо, транспорт, услуги ЖКХ. За развитие производства на основе наших новейших технологий. За запрет пропаганды насилия, жестокости и бездуховности. Вместе мы победим! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok